Конвой прибывает минуту в минуту. Заседание по делу Светланы Евстроповой проходит в закрытом режиме. Женщину обвиняют в убийстве. Все случилось в октябре прошлого года. Евстропова вместе со своим знакомым Лапшиным распивали дома спиртные напитки. Дальше, согласно показаниям свидетелей, она попросила своего товарища уйти. Он отказался, за что и получил 8 ножевых ранений. Женщина попыталась спрятать тело, но смогла лишь дотащить труп до мусоропровода. Услышав странный шум в подъезде, полицию вызвали соседям. Это потом следователи выяснят. Помогать заметать следы преступления женщина заставила собственного сына. А позже горе-мать и вовсе пыталась убедить 15-летнего подростка взять вину на себя. Мотивируя тем, что ему ничего за это не будет, поскольку он несовершеннолетний, а ей грозит достаточно приличный срок тюрьмы. И его из-за этого могут поместить в детский дом, чего мальчик опасался. В этой связи мальчик первоначально давал признательные показания и Светлана дала на него тоже такие показания. Но эта маловразумительная версия быстро провалилась. Сыщики сразу установили, мальчик ни при чем. Позже Евстропова, которая в 2008 году уже привлекалась к уголовной ответственности, пришла в полицию с повинной. В содеянном раскаялась, попросила снисхождение у суда, так как у нее имеются хронические заболевания, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. По месту жительства участковым она характеризуется удовлетворительно. На учетах в наркологическом диспансере, в психонерологическом диспансере она не состоит. Была проведена по делу экспертиза психиатрическая. У нас Евстропа признана вменяемой. Гособвинение, которое поддержал прокурор Самарской области, просило назначить Евстроповой 9 лет лишения свободы. Суд с этим мнением согласился. И теперь преступница отправится в колонию общего режима. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.